Для того, чтобы определиться с новой концепцией, необходимо провести определенную аналитическую работу, разобраться в причинно-следственных связях, понять, на чем изижится базовая платформа нынешнего лесного кодекса 2006 года, в чьих интересах она писалась, в чем она противоречит семантике долгосрочного, неистощительно устойчивого и, что немаловажно, многоцелевого лесного хозяйства. После этого разобраться, был ли в постсоветской истории отечественный опыт регулированных лесных отношений, более цельно отвечающий принципам рационального лесного хозяйства и преждевременно списанный в архив. Ну и, наконец, понять, чем можно дополнить тот положительный исторический опыт, который у нас есть, опираясь на науку и определенный научно-технический прогресс, который неизбежно дал за эти годы новые знания и новый опыт. Вообще, я считаю, что незаслуженно после разрушения Советского Союза наука у нас почти всегда остается в стороне. Вот, безусловно, я считаю правильным, чтобы в формировании концепции нового лесного кодекса активно привлекалась и академическая, и вузовская наука, и профильные НИИ, которые есть и вполне себе компетентны. Итак, по порядку. Заработчики, действующие лесного кодекса 6-го года, согласно инструкциям МВФ, ставили цель одномоментно перевести лесную отрасль на рыночное отношение. Со сведением роли государства желательно к нулю, даже была задача, что сделать частную собственность на леса, но президент Путин это отверг. Министерство экономического развития, как непрофильное ведомство, разработало кодекс безусчета специфики этой отрасли, где оборот возобновляемого ресурса составляет от 50 до 100 и более лет. Да и задача учитывать эту специфику, думаю, даже не стояла в то время. Практически все предложения уважаемых и заслуженных лесоводов были проигнорированы скопом и комментарием, хотя я, насколько знаю, как минимум дважды такие советы собирались. Кодекс, по сути, составляли финансисты и юристы. Как следствие, произошло обрушение по всем параметрам. Действующая на тот момент система лесоустройства и лесоуправления в целом была разрушена, а новая не создана. И лесной кодекс 6-го года, вольно или невольно, стал кодексом разрушения лесной отрасли. Концепцию этого лесного кодекса можно охарактеризовать как концепция освоения лесов любой ценой ради быстрых денег. То есть добыча древесины из природного месторождения бревен в максимально короткие строги и продажи, в основном, на экспорт в сырьевом виде. Ну и надо сказать, что таким образом цели, поставленные перед лесным кодексом 2006 года, в целом были достигнуты. Отрасль действительно окунулась позже в денежные отношения, там где это надо было сделать, например, аренда лесов для предприятий переработчиков, и там где это делать было категорически нельзя, например, аукционы по рубкам ухода. Большую часть статьи лесного кодекса были максимально размыты и не требовали никакой особой ответственности от участников процесса. Вот всем мы знаем знаменитую 62-ю статью о лесовосстановлении, где можно вполне себе ограничиться естественным лесовосстановлением, и ты будешь вполне в рамках закона. Действующее лесное законодательство хоть и не запрещает в явном виде заниматься правильным лесовыращиванием, но и совершенно этого не требует. Кому это выгодно? Если не брать внешних бенефициаров, стран-конкурентов, то выгодоприобретателями стали две категории участников так называемого рынка, я поставил бы его в кавычки. Это коррупционеры всех мастей, готовые ловить рыбку в мутной воде, и арендаторы рантье, собирающие впечатляющую маржу на базе франкопень и не создающие никакой добавленной стоимости. Что же с лесами, главным объектом лесного кодекса? А леса остались бесхозными, при том, что у них есть вполне внятный и мощный собственник Российской Федерации. Главный защитник леса и контролер лесник был изначально упразднен совсем. Слишком много госслужащих, невидимого ракорынка сама разберется, что тут нужно делать. Позже, когда право об этой области стало более чем очевидным, стали понемножку восстанавливать этот институт, но на региональном уровне, в подчинении местных лесных начальников. Основные задачи по охране, защите и восстановлению лесов оказались у арендаторов. В условиях, когда арендатору по действующему лесному кодексу не предъявляется никаких профессиональных требований, от слова совсем, то реальных лесопереработчиков, которых готовы заниматься ОЗВЛ, то есть как реальной своей сырьевой базой, можно перечислить по пальцам. Остальные монтируют своими обязанностями и осваивают лес как месторождение бревен. Продают его и затем большей частью банкротятся. Деньги здесь и сейчас, и никакой ответственности. А что государство? Контроль государства осуществляет из регионов в рамках переданных полномочий субъектам Российской Федерации. Коррупционные уголовные дела сыпятся из многих краев и областей, все абсолютно на слуху, один из последних Хабаровский край. Действующий лесной кодекс этому всемирно способствует, давая возможность региональным лесным начальникам одной рукой заниматься арендно-финансовыми договорами, а другой рукой сами же себя контролировать. Что же федеральный центр? А ему, как уже было сказано раньше, оставили надзор за исполнением переданных полномочий. Один раз в два года. В принципе, даже не смешно. Общий курс правительства на экономическую децентрализацию отразился и на лесном кодексе 2006 года, о чем я сказал уже выше. Но лесное хозяйство, в отличие от других отраслей, например, смежного сельского хозяйства, не может не быть федерального подчинения, не может не иметь централизованного управления, так как, во-первых, стратегическое планирование на сто лет, на несколько поколений вперед под силу только государства. Во-вторых, лесные и так называемые «зеленые пожары» не имеют административных границ. Тема без вариантов должна выстраиваться централизованно. По крайней мере, в этих направлениях. Равно как и вопрос лесоустройства с единой политикой на всю, совсем нашу немаленькую страну. Лесничество, конечно же, необходимо установить на федеральном уровне, заменить сегодняшний бумажный надзор на реальную живую охрану и уход за лесом. Какие другие последствия в связи с принятием лесного кодекса 2006 года? В связи с фактическим устранением государства от реального контроля за своей собственностью, сильно подвисли наука и профильные вузы. Отраслевая наука практически осталась без работы, так как арендаторы, которые, большей частью, являются мелким, ну, в лучшем случае, средним бизнесом, не в состоянии делать заказы, а государственные субвенции не учитывают привлечение науки в принципе. Возникает вопрос, где взять деньги на то, чтобы государство этим занималось. В моем представлении необходимо вернуть природную ренту государству, прекратить отпускать лес на корню почти даром. При средней цене рынка за обезличенный куб, там, тысячи полторы. Надо ставить нормальный ценник, тысячу рублей, тогда будут деньги на все. В моем представлении необходимо уходить от тотальной аренды. Аренду вообще надо в итоге оставить только глубокой отечественной переработке и отечественной инновации. Остальное – тотальная ревизия. Сейчас по взаимной договоренности с этой федерацией Рослесхоз проверяет договора аренда. Я так понимаю, там 7 тысяч арендных договоров под ревизией. Но я считаю, что надо оставить арендные договора только родивым. У нас такие вот примеры есть. У остальных забрать в связи с невыполнением обязательств, которые довольно четко обычно прописаны в арендных договорах по ЗВЛ, которые не выполняются. Новые аукционы проводить только для отечественной компании с глубокой переработкой древесины. И также отечественной компании, внедряющей инновации, помогающей решать проблемы отрасли. Сегодня коллеги подробно остановятся на отдельных направлениях лесного хозяйства, требующих как минимум совершенствования и как максимум вообще другого подхода. Очевидно сегодня, что требуется разработать альтернативную сугубо денежную концепцию развития лесного хозяйства, исходя из новых, как геополитических, так и внутри страновых реалий. Что я имею в виду, прежде всего, по геополитическим, это отрушение тренда на глобализацию по западному сценарию, возраст в той или иной степени к макрорегионам, то есть в том числе к развитию территории в национальных границах. Внутри страновые курс президента Российской Федерации национально-экономическое развитие России, изложенный в майском 2018 году указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Необходимо перестать относиться к лесу как к месторождению древесины, источнику быстрых денег по принципу «на наш век хватит, а затем хоть потоп». Вернуть на должное место многочисленные экологические и защитные функции леса, иначе общество в итоге лишится благоприятной экологической среды, а государство в скорое время будет вынуждено тратить значительно большее средства на ликвидацию последствий разрушения экосистемы. Был успешный опыт законотворчества в предыдущие годы. На взгляд многих заслуженных лесоводов был кодус 1997 года. Почему бы не взять его за основу, расширив, опираясь на науку и определенный научно-технический прогресс, который неизбежно дал за эти годы новые знания и новый опыт. Продолжение следует...